12 апреля в Казани ожидается 7 градусов тепла. На телевидении ведущим прогнозы погоды Константин Куранов пришел уже известным, состоявшимся педагогом факультета журналистики КФУ. И после первого же эфира проснулся знаменитым. Его приняли и полюбили. Зрители, которые лично никогда его не видели, сегодня пришли с ним проститься. Я приехала с высокой горы прощаться с Константином, дядей Костей. Он для нас был, вот 20 лет почти, как член семьи. Его слова «Храни вас Бог, мы не забудем до конца жизни». Родному факультету журналистики Константин Куранов отдал почти полвека. Он знал и помнил каждого своего студента, дни рождения коллег и даже их детей. Он был душой этого факультета. Все наши дни журналиста, все наши праздники. Он был всегда впереди, со знаменем в руках. Он излучал тепло, он излучал доброту. Но о нем можно, я могу говорить бесконечно, потому что мы с ним были вместе по жизни. И он всегда обращал внимание на любые наши успехи, всегда им радовался, как своим. Проститься с Константином Николаевичем на Арское кладбище сегодня приехали сотни его коллег и учеников. У каждого с ним связана своя удивительная история жизни. Депутат Госдумы Ильдар Гельмудинов вспоминает, как вместе с Константином Курановым стояли у истоков фестиваля начинающих журналистов «Золотое перо». Он был дедушкой нашего фестиваля. И мы благодарны судьбе, что так получилось, что он уже не только взрослых студентов учил, а именно даже маленьких наших ребят, которые хотели быть журналистикой. Наверное, многие благодаря его советам стали на пути журналистики. Полюбившаяся казанцам телевизионная рубрика «Прогноз погоды» на эфире была гораздо больше, чем прогноз. За несколько минут наш дедушка, так называли Константину Куранова, умудрялся рассказать уникальные факты из истории Казани и его знаменитых уроженцах. Всю свою жизнь он собирал старинные рукописи и книги. Он нам приносил на лекции автографы Екатерину II и Петра I. У него была богатейшая библиотека фолиантов. И, наверное, он имел право иметь такую роскошную библиотеку, потому что он всегда книгу ставил выше всего. Он знал татарских философов, он знал деятелей культуры, писателей, актеров. Такое ощущение, что он везде был свой. Константина Куранова узнавали повсеместно. Первый президент Татарстана лично вручал ему награду. Знай нашим. А он, на самом деле, даже несколько этого стеснялся. Все говорят, но все узнают. Я говорю, да, узнают. Я просто говорю спасибо. Спасибо за внимание. Не вы ли читаете? Я раньше говорил, да сейчас все с бородами. И они отходят спокойно, когда ошиблась. Это мне больше всего раз. В этом году исполняется 60 лет со дня основания журналистского образования в республике. Константин Николаевич очень хотел сделать об этом большой документальный фильм. Исполнить мечту своего учителя сегодня пообещали его ученики. Юлия Гоглева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.